здравствуйте арт-студия в эфире дорогие друзья виктория дронова с вами и в гостях у нас сегодня российский художник андрей викторович шатилов андрей викторович постоянный участник выставы как в россии так и за рубежом кроме того работы андрея викторовича украшают экспозиции многочисленных музеев и также находится в частных коллекциях именитых коллекционеров здравствуйте андрей викторович рады видеть вас в нашей арт-студии здравствуйте виктория андрей викторович вы основатель нового движения в искусстве называется он сюр символизм сюр с французского над символизм это течение художников в двадцатом веке которые пытались своих полотнах зашифровать некие послания вот что зашифровываете вы в своих полотнах ну я в своих работах стараюсь говорить не столько зашифровывать наверное это не первая как бы не первая причина я стараюсь говорить о тех вещах которые беспокоят меня сегодня здесь сейчас говорить этих вещах которые тревожат меня которые заставляют меня переживать да в основном это конечно касается нашей жизни жизни в россии жизнь простого человека зачастую именно это под каким-то особым углом видения я отображаю своих полотнах стараясь передать этому максимально выразительную форму иногда доводя и буквально до какой-то плакатной формы очень лаконичный и понятный сразу с первого взгляда ваши полотна буквально пропитаны сатирой взять триптих называется он на жизнь на улице бомж спит на трубах на теплых трубах греется на нем три кота греются тоже тепло этого человека и все это на фоне домов крыш есть такая работа вы изображаете своих картинах реалий современной современного общества и они не совсем конечно же приятны глазу получается вы художник критик ну я не то чтобы художник критик я скорее всего художник-наблюдатель хотя конечно не буду отрицать долю критического реализма в своих полотнах поскольку я в принципе как автор как живописец как как любой в принципе художник который учился в россии учился академической живописи академическому рисунку так или иначе я очень люблю передвижников их критический реализм до конца 19 века начала 20 и это конечно ну наложил отпечаток на мой творческий путь определенно то есть эти моменты присутствуют в определенной доле в моей живописи моем творчестве вот но по большей части художник-наблюдатель я обычно стараюсь и не сгущать краски и не приукрашать действительность то есть я ее передаю как я уже говорил под каким-то определенным углом интересным но без какой-то жесткой критики без чернух если можно так выразиться если взять вашу картину московская молитва да так она называется значит там изображена девушка 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 я так понимаю в метро с книгой с телефоном над головой карта московского митрополитена а почему эту картину сравнивают с иконы в ней есть некоторые композиционные элементы которые так или иначе подсознательно человека отсылают к иконографичным образом то есть в руке зажата книга это намек на священные писания но здесь опять же в картине эта книга не но она без лично она не имеет какого-то определенного названия она без обложки то есть это очень абстрактное произведение также у нее есть рука с определенным жестом который слегка намекает тоже на иконопись и есть нимб в виде мцк и это тоже совершенно случайная в картине как бы эта вещь этот элемент появляется как будто бы случайно там то есть она как бы прислонилась и ты видишь ой она встала прям как да ну это реальная жизнь московского митрополитена то есть здесь как в этой картине очень удачно получилось изобразить обычную жизнь в виде какой-то какого-то архетипа устоявшегося нашего истинно российского архетипа и мне кажется эта картина она но она обрела популярность значительного именно благодаря вот этим удачно сложившимся элементам потому что она близка зрителю я не видит себя на этой карте может быть да кто-то видит потому что все равно значительная часть населения трудится в москве живя в подмосковье ездит в электричках и я эту картину придумал собственно говоря в электричке и множеством множество моих картин придумано мной благодаря наблюдательности какой-то рефлексии на события которые происходят здесь сейчас рядом с тобой то есть и бывает такая творческая удача когда получается совершенно простые вещи завернуть какую-то очень емкую образную оболочку вот поэтому картина московская молитва это такая визитная карточкой наиболее удачное воплощение творческой мысли наверное так про вас пишут всем своим творчеством шатилов дает заключение на предмет болезней нашего общества а именно потребительского отношения к жизни лицемерия чиновников а не хотелось ли вам написать допустим прекрасную женщину который смотрит в окно или ребенка который играет на поляне с цветами но такое же тоже может быть это же тоже реалии нашей жизни вы знаете видимо что-то где-то запрограммировано наверху это от меня не зависящее что не дает мне быть заинтересованным в изображении таких сюжетов может быть я когда-нибудь к этому приду может быть во мне живут какие-то демоны убрав которых я начну писать очень милые сердцу виды либо какие-то приятные уму сюжеты но пока этого не происходит я то что я делаю я делаю не по какой-то заранее придуманной стратегии знаете как иногда бывает вот делают звезд где-то допустим исполнителей музыкальных грубо говоря им же заранее придумывают стратегию мало кто из них приходит с каким-то с каким-то песнями написанными кто-то может и приходит но им говорят знаете это не будет продаваться давайте вот сейчас делаем кто-то то-то вот такой-то материал вот снимем такой-то клип это сейчас в тренде и все и деньги будут зарабатываться то есть как бы и в арт в арт среде это тоже есть немного по-другому но работать примерно также я же изначально делал все свои картины по велению сердца никогда не делал с каким-то расчетом там зайдет не зайдет хайпанет не хайпанет то есть это всегда идущие от ума идущие от сердца вещь и мне кажется что надо изображать если ты художник то что идет изнутри то и делать как бы не не пытаясь там да не пытаясь не пытаясь не пытаясь не пытаясь вы пессимист все может быть это это неплохо то есть ты вот совет всем художникам надо принять себя таким какой ты есть делать то что тебе хочется не слушая никого нет еще раз говорили но андрей ну зачем теперь критический реализм чем-то этот трагизм рисует позитив люди приходят с работы они приходят галереи надо радоваться я говорю ну по вашей логике нужно тогда нам всем убрать из эфира фильмы данелли убрать тарковского брать вообще любым траги траги фарсовые какие-то вещи оставить только комедийный жанр и водевиль и все и тогда у нас будет класс нет но это неправильно и в живописи я считаю ну во первых уже много художников которые отлично пишут пейзажи я не хочу с ними вступать в конкуренцию там знаете то есть можно было бы это делать ну как я уже говорил это мне не особо нравится во вторых есть люди которые уже это делают и очень классно а то что делаю я делает очень мало и поэтому мне это очень отрадно и я буду стараться как можно дольше продолжать писать именно то что я хочу то что меня волнует и то что бередит мое сознание тревожит вашу душу тревожит а что говорят ваши близкие по поводу вашего творчества да близкие они же всегда поддерживают это вообще уже давно перестало быть каким-то знаете оценочным критерием я не слушаю близких в этом отношении меня конечно волнует это но в меньшей степени потому что они в любом случае поддерживают плохого не не скажут надо все равно искать какую-то конструктивную критику всегда ваша картина закруточка закруточки зачем закрутили малахова и малыш но это не я закрутил это по моей задумке их вместе с помидорчиками и с огурчиками хотят сохранить до следующей зимы чтобы с ними не дай бог ничего не случилось наши бабулечки очень любят все эти телепередачи и вот там такие вот руки по моей задумке руки человека пожилого вот в этой баночке драгоценной они же очень у нас эта традиция то что что банку не закрутить на зиму это как же так и и вот это как бы такой символ консервации символ сохранения вот да пропитание пропитание для ума для каких-то для для души для их такая аллегория довольно может быть странная на первый взгляд вы разработали еще одну технику в искусстве это внедрили ее это аппарат я правильно называю аппарат аппликационный арт до изображение состоит из кусочков которые вырезаны из журналов и газет и еще вы смешиваете эти кусочки с масляной краской вот так получается уже более 30 портретов вами изготовлены изображено вишара и по моему александра розенбаумана розенбаум сюткин да а вот вы кстати и дарили им эти портреты а как они вообще отнеслись вот к тому что ну в таком изображении они находятся прекрасно валерий сюткин очень понравился портрет я как бы не очень много таких подарков делаю потому что все равно как бы любая работа стоит денег и труда и делаю это обычно дарю такие подарки тем людям которые произвели впечатление какой-то роль до формирования меня как творческой личности там те же песни сюткина фильмы пьер ришара это вообще отдельная история и битлз по-моему да битлз я делал в этой технике к сожалению им пока не не довелось вручить очень это недосягаемые единицы там пол маккарни рингостар да суть суть этой техники в том что изображение формируется как бы не красками а кусочками текстовых фаргментов журнальных как мозаика так лепится складывается изображение и там где-то я могу уже красочкой мазнуть там глазик там блик на носу там какие-то нюансики общем проработать масляной краской получается довольно живописный такой эффект но это только ваша техника индивидуально получается ну кто-то делает этих людей немного в мире этих авторов мало кто работает в этой технике но кто если кто и в ней работает но они все равно будут отличаться того как делаю это я потому что но есть техника акварель есть масляной живописи но плюс-минус художники все равно находят какие-то свои индивидуальные приемы и поэтому могут и отличаются друг от друга также и моя мой подход к работе с этими материалами он тоже отличается от подхода других авторов и поэтому такой кропотливый труд да весьма потому что создание одной работы в этой технике может занять ну там около двух-трех недель а есть еще помимо этого другая работа но это всегда кайф это интересно и это всегда будет оценено оценено зрителем потому что сейчас зрители он в принципе жаждет смотреть на на работу на сделанную работу в которой ты видишь реально труд автора художника видишь какую-то мысль я прочитала то что вы хотели стать художником с детства а почему так ваши родители художники как-то определились уже с детства что буду художником и все я определился наверное лет в 15 быть может потому что как раз я заканчивал школу а до этого до этого естественно рисовал и рисовал довольно неплохо портреты мне хорошо получались я даже что-то что зарабатывал уже лет в двенадцать всячески попадались какие-то такие моменты в жизни как например ты лежал в больнице там с отречением мозга и нечем было заняться сначала этом с пацанами в карты рубился потом надоело давайте-ка я вас нарисую да не я от скуки стал ходить просто у меня был уже там альбом с карандашами по палатам и кто-то изъявлял желание этом рисовал портретик и сначала это дело просто так а потом мне предложили там дали там 10 рублей тогда это были деньги там или банку варенья этом вот за такие за такую награду президента символичная там уже мне заказывали портретики так я постепенно ну начал смекать что это в принципе может быть моим хлебом по жизни и это может быть может стать профессии хотя я в принципе где-то до 20 лет и я еще параллельно в группе играл на барабанах я конечно грезил что когда-нибудь наша группа станет супер популярной как битлз я там стану то есть параллельно занимались да еще музыка это дать совершенно отдельная история но как бы живопись взяла окончательно верх уже в институтские годы я написал несколько картин таких самостоятельных это были не сложные композиции однофигурные такие портретные вещи но именно первый успех тогда сделал персональную выставку у нас в университете волгограде мне было всего 23 года я там на третьем курсе университета и она вызвала большой резонанс уже тогда был критический реализм такой с какими-то необычными для общей тенденции в волгоградском искусстве даже среди серьезных больших авторов то есть это была какая-то такая острая тематика такой подростковый максимализм пер и уже имя мое зазвучало даже в университетских как-то так вот разговорах среди педагогов по живописи по рисунку у нас и я понял что то есть этот успех первый такой маленький успешек такой он смотивировал заниматься этим дальше и поисток я уже ушел закончил университет я только делал что писал картины и ничем другим не занимался это принесло свой результат конечно же а музыка как-то наложила отпечаток у меня очень много картину меня очень много картина о музыкантах с музыкантами и это безусловно как бы проходит через всю жизнь так или иначе идет где-то рядом а любимая картина есть у вас такой триптих картина поехали называется и вот быть может можно сказать что я горжусь этой вещи потому что я сделал ровным счетом все почти все как как виделось мне в думах в мыслях воображении а ведь самое важное всегда чтобы на холсте у тебя получилось так же как ты видишь здесь когда еще ничего нет вот но вообще картин много и сложно выделить какого-то любимчика какие-то наметки вот на будущее есть у вас может быть какой-то новой течении новое направление хотите разработать но пока я останусь наверное в своей теме до в таком критическом сюр символизме символизме быть может я углублюсь в работу в технике а парта который мы уже говорили потому что есть определенные задумки которые я буду который именно вот в этой технике будут удачно воплощены вот каких-то таких пока наполеоновских планов нет но в любом случае сейчас у меня будет выставка в москве новая называется союз потребителей и там будет много интересных работ которые еще не выставлялись в талице например не будет прям такой знаете конкретной концептуальной стези то есть это будут работы в принципе связаны где-то с да где-то с потреблением где-то с ну с потребительским отношением вообще к человек человека к человеку человека к материальным вещам то есть там будет много таких философских размышлений в этих вещах но это в принципе наша жизнь так что можно сказать что это картины будут очень такие жизненные нельзя сказать что они будут только потребление в ульяновске вы встречаетесь с творческой молодежью вот о чем будете рассказывать чему будете учить ну учить вряд ли буду к сожалению вот это мой первый приезд пока не будет мастер-класс мы пообщаемся о картинах об искусстве я расскажу о своем пути расскажу о каких-то своих самых значимых картинах и в гости в гости без подарков не ходят у меня тут есть кое-что для вас как раз вот на репродукции московская молитва московская молитва я вам сейчас я пишу спасибо спасибо огромное андрей викторович очень приятно всего вам доброго надеюсь еще увидимся и надеюсь на то что посмотрим вашу выставку здесь у нас на ульяновской земле а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok